Продолжение следует... В этом эфире вы всегда можете задать интересующий вас вопрос. Сегодня я рад вам представить нашего гостя, он впервые в нашей студии, поэтому давайте пожелаем ему не робеть перед нашими телекамерами. Это Бауржан Женписович Талдыкбаев, он руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Я сказал, что вы впервые не случайно, потому что вы заняли недавно эту должность, поэтому будет очень интересно узнать ваше мнение о том, как проходит подготовка к зиме. Скажите, 1 октября сегодня, октябрь это месяц, когда начинается отопительный сезон, насколько готовы к отопительному сезону жилые дома и социальный объект? Здравствуйте, я Роман, здравствуйте, уважаемые телезрители. С окончанием отопительного сезона 2014-2015 годов Акимат области принял соответствующее постановление. На подготовку к отопительному сезону 2015-2016 годов определены источники финансирования, определены мероприятия соответствующие. На подготовку к зиме выделено 4,7 миллиарда тенге, в том числе 800 миллионов ориентировочно это сумма самих коммунальных предприятий на ремонт оборудования. 2,6 миллиарда тенге это средства республиканского бюджета, порядка 400 миллионов выделено на закупку твердого жидкого топлива, порядка 800 миллионов выделено у нас на ремонт объектов социальных и объектов образования. Кроме того, я бы хотел отметить, что на сегодняшний день у нас закупка, все объекты образования, здравоохранения и социальной и культуры подготовлены на 100%, по жилым домам по городу Уральску 95% на сегодняшний готовность есть, все системы опрессованы, остальные 5% мы догоним к моменту подачи отопления. По закупке твердого жидкого топлива, то есть у нас в этом году было порядка, необходимо было порядка 2,2 это жидкого топлива и порядка 6,7 тысяч тонн, 2,2 я забыл отметить, что, извиняюсь, 2,2 тысячи тонны жидкого топлива и 6,7 тысяч твердого топлива тоже 100% закуплено, доставлено. Хорошо, наша дискуссия вызвала интерес, сразу же вопрос от телезрителей, давайте предоставим им слово, послушаем, что их волнует. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Роман, с выходом вас. Дело в том, что у нас мы проживаем на микроэнстроитель, 304, у нас дом 9-этажный, у нас в округе все разрыто, горячей воды месяц нет уже. И тепло похоже, что и скоро не будет, потому что там трубы даже только-только замотаны, все, никакой работы нет. Спасибо. Да, на сегодняшний день не только ваш дом, есть у нас определенные жилые дома. Я говорил, что 2,619 млн выделены из республиканского бюджета, точнее это по программе Нурлыжол. Они ориентированы на инфраструктуру, замену реконструкции теплосетей и систем водоотведения, водоснабжения. То есть мы заблаговременно, чтобы подойти готовыми к зиме, в летний период времени готовимся. И это плановый у нас ремонт. До конца этой недели мы обещаем, что тепло будет и вода будет вам... То есть можно так сказать, что даже если трубы еще не зарыли, но по ним уже можно будет теплоисточить. Конечно, потому что трубы после установки, они требуют опрессовки, то есть подача на выявление где-то... Сейчас на сегодняшний день это происходит. После этих работ у нас будет изоляция, параллельно она идет. То есть все это до конца недели будет разрешен вопрос. Пусть не беспокоит, параллельно потом благоустройство оно будет идти. На одном из селекторных совещаний, касающихся в ходе подготовки к отопительному сезону, Акимобласти заявил интересные цифры, что мы сокращаем потребление угля и мазута. Скажите, насколько мы сократили все-таки потребление этих неэкологичных видов топлива? И есть ли возможности и надежды, что в будущем эта тенденция сохранится? Да. Я вот как отметил, что на сегодняшний день мы закупаем твердого жидкого топлива 6,7 тонн, 1000 тонн и 2,2 тонн соответственно. Если посмотреть на 7 лет назад примерно, то это было в разы, в 7-8 раз больше. Связано это с тем, почему мы достигли таких результатов, в основном это, то есть не основном, это основная заслуга того, что мы большой приоритет направили на газификацию наших населенных пунктов, газификацию. То есть на сегодняшний день можно сказать, что у нас 83,6% районов области газифицированы, и мы на этом не собираемся останавливаться. У нас до текущего года, до конца года планируется 4 района, а 3 района, это Харатюбинский, Сырымский и Чингерлавский районы должны закончить работы. И с учетом окончания этих работ по газификации мы выйдем на 87%. И естественно мы на следующие предстоящие годы также подали бюджетную заявку на газификацию. Наша задача полностью обеспечить экологическим топливом, потому что только на твердом и жидком топливе мы только в этом году сэкономили 300 миллионов тенге. Спасибо. Очень важный вопрос, который волнует наше население, это повышение тарифов на коммунальные услуги. Первыми были повышенные тарифы на свет, и люди с ужасом ожидают, что же будет после наступления Нового года. Возможно возрастут тарифы на тепло и воду, потому что монополисты подали заявки. Скажите, из-за чего был повышен тариф на свет, и что с остальными тарифами? На свет 21%, если точнее быть, с 1 сентября был введен новый тариф, на 21% подорожание было. Как известно всем, это было связано с аварией и остановкой трансформатора на КПО БВИ в связи с таким форс-мажорным обстоятельством. А БАЦ-энергоресурсы, энергоснабжающая организация, 40% потребления, то есть обеспечения дешевым электричеством, который сидит в тарифе БАЦ-энергоресурсы, это 2,7 тенге на тот момент было, когда тариф утверждался. Это обеспечение было с КПО БВИ. То есть получается, БАЦ-энергоресурсы сидело в тарифе 2,7 тенге, и для возмещения этих 40% объема электроэнергии извне, то есть из Российской Федерации закупалось практически на 10 тенге дороже. Поэтому было такое, можно сказать, чрезвычайное мера регулирования тарифа, вот и было повышено 21%. Что с остальными тарифами? На 5-летний долгосрочный тариф с указанием, то есть с предоставлением инвестиционной программы, где заложены все, так как основной тариф, он складывается основными показателями, это снижение износа, износа и сетей, и снижение потерь. В этой связи заявка на сегодняшний день Департамент регулирования естественных монополий по Западно-Казахстанской области направлена. Сейчас изучается то, что сейчас в прессе говорится, что определенные проценты, они фиксированы уже, что на такую сумму поднимутся, это еще не факт. Они будут изучаться, рассчитываться будут. Но ваше видение, нужно ли повышать тариф, чтобы развивать отрасль? Если потребитель хочет качественные услуги, чтобы своевременно было тепло в доме подано, чтобы была вода, то есть все зависит от износа же и от потерь. Основные показатели, как я выше сказал, это в тарифе. Действительно, кроме того, там сидят и у нас инфляция не стоит на месте, плюс у нас той же самой по Аббатсор, у нас химреагенты тоже они подорожали, а там немалые уходят химреагенты. Если пожарить в теплоэнерго, остановиться, то у нас убыточный тариф у него, если 16 600 стоит у нас газ, который они покупают, то в тарифе у него заложено 12 007 тенге. Получается, даже при случае, если на новый тариф они будут выходить, я не знаю, насколько он будет покрывать его убытки. Хорошо, давайте продолжим про «ЖАЭК Теплоэнерго». Огромный шум наделала история, когда на оборудование для ТЭЦ подали не оборудование японской турбины «Хитачи», как того следует, а «Митсубиши». И предприятие, российский поставщик, не желает отдавать деньги. Это около 350 миллионов тенге. На какой стадии рассмотрения сейчас этот вопрос, где взять 350 миллионов тенге, кто за это будет отвечать? Да, в связи с этой ситуацией, действительно, через процесс госзакупок «ЖАЭК Теплоэнерго» в свое время, в 2014 году, был заключен договор с ООО «Турбопромсервис», с российским предприятием. Был заключен договор, было, согласно условиям договора, проплачено 50% на аванс в размере 350 миллионов, но попался недобросовестный поставщик. Он просто исчез. То есть на сегодняшний день занимаются следственные органы, возбуждено уголовное дело, возбуждено в отношении поставщика. На сегодняшний день следствие ведется, то есть время покажет. Мы, предприятие занимается, компетентные органы занимаются. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших телезрителей. Задавайте свой вопрос, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вот ходил, у нас в связи с аварией подняли. Теперь когда авария отремонтирует, когда пустится она? Да, когда же все-таки отремонтирует этот пресловутый трансформатор на Корчаганаке? И что ждать дальше? На сегодняшний день КПО БиВи для исправления этой ситуации, так скажем, заключен договор с французской компанией «Алстом». Во феврале месяце 2016 года оборудование придет, потом будет соответствующий шеф-монтаж пусконаладочной работы. И думаю, к тому времени, в первом квартале, это оборудование будет работать, то есть трансформатор. По цену спросили, да? Я так понял. Нет, спросили, что же будет произойдет, когда исправят аварию, ожидать ли понижения тарифа? В первую очередь мы будем независимы от внешних источников по закупке электроэнергии, это в первую очередь. Мы будем также, получается, бац, энергоресурсы, вернется к тому моменту, как закупала, так и будет закупать тот же. На сегодняшний день, если 2,7 тенге у него в тарифе сидит, то на сегодняшний день с учетом девальвации уже 4 тенге будет, так как у него долларовый кредит с КПО БИВИ. Тем более, свободный курс, как вы знаете, на доллар сегодня не регулируется, да, верхняя планка. Думаю, что если к моменту запуска этого оборудования, к тому моменту будет отмечаться сверхприбыль у бац, энергоресурсы, тогда можно вернуться к этому разговору. Хорошо, после устранения аварии мы вернемся к этому вопросу, у нас есть телефонный звонок от наших телезрителей, задавайте свой вопрос на чистоту. Алло. Да, да. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот газотурбинная станция газовая, которая на территории ЦЭП, который по Киевскому протоколу запустили, он 25 мегаватт дает, мы спокойно перекрыли бы то, что нам не додает сейчас КПО. И что, ситуация получается патовая, и госорганы, и никто не проследил, что поставщики с России отгрузили не то оборудование, надо было принимать на месте, наверное. И вообще, что это, как это можно понять, что нам бесплатно, значит, практически по Киевскому протоколу построили, значит, японцы эту станцию, и мы не можем ее эксплуатировать. Давайте конкретно ответ. На сегодняшний день, спасибо за звонок, спасибо за вопрос. Человек, я чувствую, разбирается с ситуацией. На сегодняшний день, это ГТУ, так скажем, установка Хитачи, японского производства, о которой сейчас речь ведется, она работает, и она обеспечивает электроэнергией. А для чего ее нужно ремонтировать и вкладывать огромные такие деньги? Потому что у него моточасы, ресурс есть, который необходим, план ремонт, чтобы он вышел на свою располагаемую мощность. К примеру, если у него 28 мегаватт, на сегодняшний день он дает 22 мегаватта. Но эти 22 мегаватта, уже их теплоэнергия, есть свои прямые потребители по электроэнергии. Это 30 предприятий бизнеса, к примеру, в том числе, там, такие крупные предприятия, как завод ЗКМК, то же самое БАЦ, энергоресурсы у них закупают. То есть и на свое внутреннее потребление они обеспечивают, то есть оборудование работает. Но вопрос в другом, что почему не отследили, я так понял, да, вопрос? Да, и касающийся все-таки ответственности чиновников за предпринимаемые ими решения. Я, как выше сказал, сейчас занимаются судебные органы. То есть сейчас комментировать, конечно, мы понимаем ситуацию, что, да, такой поступок, как говорится, непростителен для рисковать такими большими деньгами. То есть в то время, когда людей хотят обязать платить больше за тепло, понимаете? Нет, ну, вопрос в том, что вопрос занимается возвращением этих денег, то есть судебных. То есть констатировать факт того, что деньги не вернутся, я сейчас не могу утверждать. Тем более сейчас во избежание, напрямую заключен договор с заводом-производителем Hitachi, во избежание таких случаев подобных, проплачено 30% аванса, 20% будет проплачено в декабре месяце. И остальные за месяц до отгрузки товара 50% будет проплачено. Договор заключен на 2,7 миллионов долларов. На сегодняшний день вот 30% оплачено. Хорошо, спасибо. Давайте поговорим о другом топливе, бензин. Бензин тоже был отпущен, как и тенге, в свободное плавание. Цена на топливо повысилась, но на некоторых автозаправочных станциях нет топлива АИ-95. На некоторых был тоже дефицит какого-либо топлива. Что сейчас на бензинном рынке? Покрываем ли мы потребности нашего региона и что произойдет зимой? На сегодняшний день я могу сказать, что проблема эта не актуальна. В связи с чем? Как вы знаете, правительство приняло решение отпустить цены, то есть сделать их либеральными, в том числе 92-й, который у нас востребован везде. Получается, на сегодняшний день в октябре месяце у нас была потребность, согласно заявкам операторов, 8 тысяч тонн 92-го бензина. Республика нам выделила 11 тысяч тонн 92-го бензина на октябрь месяц. И в этом заслуга, можно здесь даже похвалиться, то есть нашего руководства области. На всякий случай, я так понял. Да, но и хорошим подспорьем на сегодняшний день является то, что повышение, то есть либеральные цены на бензин, к примеру, дают возможность закупать в соседней республике Российской Федерации, к примеру. Потому что на сегодняшний день они 120 тенге, сегодня, по нашей информации, оптово завозят сюда. То есть, естественно, до, когда были предельные цены у нас установлены на этот бензин, не было возможности, так как в России был дороже бензин. Хорошо, у нас осталось буквально 3 минуты, я прошу вас отвечать на все вопросы быстро, чтобы успеть как можно больше. Когда же будет запущен долгожданный завод АО «Конденсат», который будет производить топливо класса Евро-5? И где оно будет реализовываться? Этот вопрос на особом контроле нашей области. Точные сроки, я, если будет разрешение, уточнюсь. Но предварительно хотели, что все-таки этот год? Конечно, мы работаем над этим. Хорошо. И все-таки бесхозные дома – это самая больная проблема. Смогут ли обеспечить теплом жителей бесхозных домов? Сколько же их на данный момент? Решается ли эта проблема? Бесхозных домов у нас составляет 5-10%. 5-10% это в целом за бесхозные дома, это, как говорится, спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. То есть сами жильцы должны определить старшего по дому, либо найти КСК, которое взяло бы на ней. Это позволит на сегодняшний день войти в программу модернизации ЖКХ. Прекрасная программа, где на 15 лет практически безвозмездно дается кредит от правительства, который выделяется на эти средства. Потом каждая квартира, каждый участник будет рассчитываться в течение 15 лет. Плюс само КСК и назначение старшего по дому будет подразумевать подготовку заблаговременно к отопительному сезону. Так как, я говорю, вот эти 5-10%, сейчас ЖАЭК Теплоэнерго, к примеру, он, паспорт готовности, к примеру, не могут представить эти бесхозяйные дома, к примеру, бесхозные дома. И давайте еще последний вопрос. Все-таки я знаю, что ЖАЭК Теплоэнерго до сих пор не заплатил за газ, потребленный АОК, СТРАНСГАЗ Аймак. Не будет ли это связано с тем, что все-таки какие-то задержки будут с началом отопительного сезона? Задержек не будет, отключений не прогнозируется. В связи с чем, сейчас договорились с КСК с ТРАНСГАЗ Аймаком, завтра уже 400 миллионов ЖАЭК Теплоэнерго перечисляет на их счет. То есть из 800 образовательных долгов остальные средства расписаны будут четко по графику до конца года. Все, спасибо. Время нашей программы «Истекло». Я благодарю нашего гостя Талдыкбаева Буржана Женписовича за то, что он на чистоту ответил на наши вопросы. Пообещал он, что все-таки зимой у нас в домах будет тепло и светло. Поэтому на этой прекрасной ноте мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам самого доброго в программе «На чистоту». Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok